привет всем ну вот пришло время самого наверно большого обзора семян который будет выходить на нашем канале это обзор семян цветов очень много новинок то есть тех цветов которые вообще никогда не выращивали и честно сказать о них практически ничего не слышали то есть довольно редко их выращивают особо видео таких каких-то именно обучающих в какой-то степени их на просторах интернета вообще нет то есть руководствуемся писанием постараюсь так вот подобрать те или иные цветы начнем на минут самого первого это у нас агератум его как раз таки многие выращивают сеют соответственно рассаду высаживают по краям клуб он как бы обрамляет клумбы очень долго цветет обильно продолжительно единственное нужно конечно убирать затем отсветшие вот эти вот цветы и тогда растение снова и снова будет вас радовать своим цветением высота около 30 сантиметров ну и сами вот эти вот соцветия они до 10 сантиметров такая вот красота может быть в вашем саду следующий соответственно цветок называется циния цинию выращиваем уже давно и в последнее время как-то вот стали выращивать только высокорослые и соответственно большие по диаметру цветка цинии цветок вот именно у исполин вот этой цинии около 15 сантиметров в диаметре то есть это очень такой большой долго они держатся на кусту сами кусты до одного метра высоту очень устойчивые ну конечно можно там если они растут прям где-то у дорожки натянуть небольшую нитку и кусты совершенно то никуда не заваливаются так прочно стоят цветут и радуют своим такой вот своей красотой здесь у нас смесь много семян в этом году собрали своих поэтому всего один пакетик циния исполин аструю можно было тоже в принципе не покупать так как свои семена собрали но вот одну штучку все равно приобрели астра однолетние гигантские башни смесь окрасок у нас росла в прошлом году красная астра очень тоже красивая вот в этом году такая смесь 7 на рассаду где-то примерно наверное в конце марта начале апреля или цветы уже начинают зацветать соответственно наверно концу июля и весь практически август они радуются на цветение кусты высокие 60 70 сантиметров цветок сам примерно где-то 10-12 сантиметров в диаметре стойкие клоновитные такие вот кусты очень красивые и радуют своим обильным цветением вот такая вот астра гигантские башни многие выращивают флоксы многолетники кто-то выращивает вот такие вот флоксы друмондо однолетники такая вот смесь сортов называется созвездие ну просто красота и больше наверно ничего не скажешь сеять ее нужно на рассаду где-то примерно здесь написано что это март месяц наверное в начале апреля можно посеять но в зависимости от того насколько рано вы посеете тогда соответственно у вас и более раньше наступит цветение цветки где-то около трех сантиметров в диаметре сами соответственно кустики 40 50 сантиметров высотой многочисленные такие цветоносы цветет обильно продолжительно ну красота да и только собирают многие свои семена наша бабушка тоже она собирает с этих вот флоксов свои семена и затем уже сеет из своих семян не покупая поэтому красота страшная сила в общем такой вот флокс гвоздика шабо пикоти сказка никогда тоже не выращивали гвоздику какой-то вот не очень наверное реалистичную здесь вот сама картинка но она привлекает свое не наше внимание не знаю вырастет такое или нет примерно где-то до пяти вот таких цветков формируются на одном цветоносе такая вот очень красивая смесь высота до 60 сантиметров а сам цветок 67 сантиметров в диаметре цветение обильное продолжительное неприхотливое светолюбивое растение в общем можно как в горшках выращивать так и соответственно на клумбе цветки вот густо махровые конечно очень красиво и посмотрим что у нас получится вырастить главное чтобы взошла она хорошо и следующий цветок называется львиный зев куда же без него все прошлые наверное года два выращивали розовый львиный зев тоже он высокорослый это опять-таки высокорослая смесь чем нравится именно высокорослые такие львиные зевы они долго цветут у них много цветоносов то есть там все-таки низкорослые они довольно мне кажется быстро отцветают были у нас низкорослые а вот высокорослые они долго продолжительно радуют своим цветением начинают примерно верно с начала июля и в позапрошлом году цвели до середины сентября то есть до самих заморозков очень таких уже крепких сами растения выращиваем рассадой соответственно 7 где-то тоже наверно в середине или ближе к концу апреля цветки диаметром 3-4 сантиметра высокорослые растения 75 85 сантиметров продолжительно цветут кусты вот мощные с множеством цветоносов неприхотливая холодостойкое растение всегда в любые наверное погодные условия будет радовать своим именно цветение тем более здесь вот такая вот шикарная смесь сортов и идем дальше такая вот рудбекия краски осени ни разу не выращивали вообще это как бы в теплых регионах как двулетника его используют выращивают а у нас конечно в нашем сибирском регионе это как однолетник высота до 60 сантиметров сами цветки в диаметре где-то 6-10 сантиметров ну здесь написано что это недолговечный многолетник цветет также обильно продолжительно привлекает массу бабочек и дает отличную срезку сеют его получат здесь указан март месяц ну мы наверное будем уже в апреле сеять такой тоже очень такой привлекательный и красивый цветок многим наверное известен вот такой вот алису называется он снежный ковер вообще они бывают разные по высоте вот эти самые сами растения вот этот конкретно до 30 сантиметров но некоторые бывают и до 60 сантиметров высоту такое вот ковровое покрытие можно у себя соответственно где-то в саду посеять очень ароматные у него цветы можно выращивать также конечно же и в клумбах можно в каких-то небольших вазонах в горшках компактные такие густо ветвящиеся кустики с отличным таким замечательным цветением и ароматом медовым очень приятным ароматом там тоже попробуем посеять не знаю или в вазон куда-то или же на каком-то таком местечке именно чтобы был хороший такой солнечный свет чтобы было солнышко много следующие тоже такой наверное какой-то диковинный цветок называется миробилис цветочная фантазия такая вот красота очень похож на питонию но важная особенность именно вот этого растения то что на одном кустике могут формироваться разные цветы по окраске такого вообще сложно себе даже представить сам цветок он тоже вот видите такой не одноцветный а с какой-то примесью других цветов и на видео в интернете есть информация что после того как собрать если свои семена уже то они еще более причудливые цветы то есть вообще каждый цветок он такая смесь каких-то разных окрасок будет называют миробилис еще ночной красавицей важная особенность то что растение начинает так сказать распускаться ближе к вечеру ну либо в такие пасмурные дни либо живут ближе к вечеру называть его ночной красавицей кустик высотой 50-60 сантиметров а сам цветок где-то около четырех сантиметров в диаметре рекомендуется да для оформления садовых цветников вазонов и контейнеров то есть можно даже выращивать в каких-то небольших таких емкостях очень красиво внешне конечно похоже прямо на питунь очень семян здесь не очень много какие-то они такие крупные попробуем посеять посмотрим какая будет схожесть следующий цветок это у нас двулетник наперстянка жемчужница такие вот огромные цветоносы с большими цветками кстати цветок очень большой примерно где-то 5-7 сантиметров в диаметре можно себе сложно представить какие-то должны быть вот именно огромные такие кисти длиной вот эта сама кисть около 80 сантиметров то есть это что-то такое поражающее просто своей и обильностью цветения и красотой мороза и засухоустойчивый предпочитает солнечные места но могут и соответственно расти в полутени 110 130 сантиметров высотой ну и крупные цветки как я уже сказал вдоль стен можно выращивать заборов отличная срезка двулетник здесь у нас посев приходится где-то на апреле месяц но вместе со всеми цветами в теплице наверное посеем там вот такой тоже интересный цветок еще одна новинка просто сногсшибательная называется сальпин глоссис фейерверк такая смесь сортов окраска вот это просто вообще обалденная мраморная такая вот окраска цветет просто замечательно здесь кстати кажется нет не про него это высотой где-то 50-65 сантиметров прямостоячие компактные кустики сам цветок 5-6 сантиметров и действительно неповторимый мраморный рисунок тепло и светолюбивый в общем ближе к дорожке нужно высаживать чтобы радоваться такой вот красоте поэтому новинка просто всем новинкам новинка посмотрим что получится вырастить надеемся что будет красиво еще одна новинка называется диморфотека веселая кадриль вот именно про нее хотелось сказать то что здесь посев вообще указан в грунт в мае месяце у нас сложно это представить потому что все такие заморозки неприхотливый тоже летник с пышным продолжительным цветением 7 8 8 сантиметров цветки в диаметре а куст высотой 30 сантиметров срезочная культура подходит для выращивания в горшках тоже вот именно для балконов роскошно смотрится в каменистых садах бордюрах и роботках такая красота кстати вот следующий у нас идет цветок катананхи можно их вместе вот как-то сочетать кухня упала прям вообще очень тоже красиво было бы такое сочетание как мне кажется в общем этим орфотека вот такая вот прекрасная и катананхи летний ветерок что хотелось бы сказать про это растение у нас она соответственно ну опять же таки это однолетник неприхотливые то что кустик высотой 50-60 сантиметров это что очень хорошо выдерживает засуху то есть не требователен к поливам ну и здесь написано что может давать самосев практически ничем не болеет не поражается никакими вредителями дает прекрасную срезку но красит цвет цветники природного стиля такие вот каменистые сады весь сезон цветет до самых заморозков в общем красота просто необыкновенная 3-4 сантиметра в диаметре цветок и 50-60 сантиметров толкует кустик в интернете на фотографиях конечно тоже очень красиво смотрится именно когда небольшой такой ветерок вот как вот в каком-то я не знаю действительно саду начинают эти все ли цветочки так вот качаться такая вот красота петуния тоже они о них уже делали небольшие обзоры но как всегда выращиваем петунию петуния снежный шар очень много семян в упаковке недорогая цена но при этом сам кустик высотой 25-30 сантиметров в середине кустика он как бы не ветвиться а больше соответственно как бы такая вот ампель на это петунии расползается в разные стороны сам цветок 45 сантиметров в диаметре устойчив к засухе к жаре к дождям сильному ветру вот такая тоже интересная красивая петунии многие кстати выращивать именно белую такая на какая-то устойчивая что ли тоже красиво смотрится ой ну и следующая петуния которой можно говорить и говорить это гибридная петуния обратите на нее внимание те кто не выращивают потому что цветки соответственно не образуют за темы растения семенные коробочки то есть вообще нет семян на этой петунии только нужно удалять отсветшие цветы все основной уход на этом заканчивается всегда куст цветет всегда он все новые новые бутоны формируют а семян совершенно нет там вот такая особенность именно гибридных петуний от седек выращивали в прошлом году тоже петуни немножко другой называлась она сейчас бы вспомнить рубиновые звезды а вот это петуния верность лососева розового такого-то оттенка тоже очень красивая и два у таких вот пакетика бегонии впервые попробуем вырастить первая бегу бегония америке брит rose form красная цветок при полном распуске похож на розу до 20 сантиметров в диаметре кустик 35 50 сантиметров такой компактный очень красивый и вторая бегония карнавал смесь много таких вот окраска белые красные желтые стыдца немножко такой как бы с оранжевым каким-то оттенком здесь уже цветок до 10 сантиметров в диаметре а сам кустик высотой 35 сантиметров тоже такая красота да уже положить уже место все занято так видно было и куда же без ипомеи в прошлом году посеяли вырастили радовались весь август ее цветению но семян совершенно не образовалась многие жалуются что ипомеи у них дает самосев ну посмотрим может быть у нас на где-то носиться но когда вот убирали сами растения семена были как бы утром коробочку эту раз лущего и штамп они недозревшие молочную такой спелости поэтому мне кажется с них ничего не синий насеется и вот такая вот ипомеи райские бабочки высота для она где-то около трех метров цветки 10 12 сантиметров в диаметре красиво цветет но первое время конечно растение набирает зеленую массу поэтому цветет уже весь скорее всего август до заморозков у тех у кого заморозки позднее для них это конечно растение находка будет с августа цвести и может и сентябрь весь цвести но у нас к сожалению заморозки поэтому только август месяц забирается очень высоко и лучше все таки не как бы сажать вместе несколько растений нужно сажать все таки одно потому что из одного тогда прям такой классный куст вырастает большая такая и зеленая вот эта зелень это прекрасная и цветов очень много когда несколько растений начинают бороться между собой и все вытягивается и как-то эффекта такого нет лучше по одному но через какой-то промежуток тогда будет очень красиво все заплетет будет цвести ну соответственно не знаю даст ли не даст самосев но у нас скорее всего ничего не даст красивое такое растение лучше одна из лучших лиан для вертикального озеленения обильно цветет вплоть до заморозка в принципе все это и было сказано поэтому такая вот россыпь просто цветов была большая скидка на цветы поэтому практически семена не стоили но стоили небольшие такие суммы совершенно поэтому такой вот обилие что-то выращивали и в прошлые сезоны просто немножко другой окраски другой оттенок ну а некоторые совершенно вообще впервые вот например сальпенглосису вообще таком не слышали даже на перстянка рудбекия тоже ее не выращивали флокс однолетник тоже не выращивали первый раз гвоздику не выращивали и алиссум не выращивали в общем миробили диморфотека столько много как это нанхи огромное такое обилие интересных цветов поэтому посмотрим что удастся вырастить какое будет цветение ну и конечно же просим вас подписаться кому не сложно кому не трудно подписывайтесь оставайтесь с нами и посмотрите какое будет цветение какие будут результаты какой будет сад поэтому всем конечно огромная просьба подписаться заходите почаще в гости всем пока пока отлично вам цветение чтобы что если вы выращиваете все росло радовало вас своим цветением урожаем всем добра здоровья счастья мира и благополучия всем пока пока пока